В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В администрации муниципалитета состоялось заседание Совета депутатов. Нам предстоит и удастся сделать еще много-много всего полезного на благо Ленинского городского округа. Новая инклюзивная детская площадка для ребят с ограниченными возможностями здоровья открыл их на территории Центра социального обслуживания «Вера». Мы очень рады, что у нас появилась детская площадка. Мы теперь не сидим там в прихожей, не ждем. Теперь мы будем гулять здесь. В рамках губернаторской программы «Активное долговетие» прошло очередное занятие Клуба любителей поэзии. Я всю жизнь пишу стихи, я начала говорить сразу в стихах. Совету депутатов муниципалитета предстоит решить основной кадровый вопрос – назначить нового главу Ленинского городского округа. Для этого необходимо было выбрать дату проведения конкурса по отбору кандидатур на вакантную должность. На заседании народных избранников побывал Дмитрий Книга. В здании администрации состоялось 36-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Народным избранникам предстояло запустить процедуру проведения конкурса на должность главы муниципалитета в связи с отставкой Дмитрия Абаренова по собственному желанию. 8 октября в Совет депутатов Ленинского городского округа, напоминаю, поступило заявление Абаренова Дмитрия Александровича о досрочном прекращении полномочий главы Ленинского городского округа. И переходим как раз к первому вопросу повестки о досрочном прекращении полномочий главы. Депутаты проголосовали за прекращение полномочий большинством голосов. Стоит отметить, что на заседании присутствовал временно исполняющий полномочия главы Алексей Спасский, ранее уже занимавший этот пост. Я точно ничего не успел отвыкнуть, но успел соскучиться. Поэтому спасибо, что пригласили и очень надеюсь, что нам предстоит и удастся сделать еще много-много всего полезного на благо Ленинского городского округа. Спасибо. Депутаты утвердили положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы. Данным проектом решения предлагается объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы, определить дату, время и место проведения конкурса, срок и место приема документов на участие в конкурсе, состав членов конкурсной комиссии, дату, время, место заседания конкурсной комиссии, срок и источник опубликования объявления о проведении конкурса. В соответствии с данным положением, три члена конкурсной комиссии назначаются по согласованию с губернатором Московской области, а другие три представителя назначаются решением Совета депутатов. Настоящим решением предлагается назначить членов конкурсной комиссии Пикули Виктора Петровича, председателя Московской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров, войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, начальника правоуправления Шевлякова Любовь Вячеславовна, Авдеева Григория Александровича, председателя общественной палаты Ленинского городского округа. Депутаты проголосовали за данные кандидатуры членов комиссии. Проведение конкурса назначено на 8 ноября. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ Новая инклюзивная детская площадка для ребят с ограниченными возможностями здоровья открылась на территории Центра социального обслуживания Вера. Теперь маленьким получателям услуг будет чем заняться в перерывах и в ожидании занятий. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Борисова. У Центра социального обслуживания Вера настоящий праздник. Воздушные шары, аниматоры, много детей и их родителей. Не обошлось и без символической красной ленточки. Еще, еще, еще. Вот. Все. Ура! Так весело и дружно на заднем дворе Центра Веры открыли новую инклюзивную детскую площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с изменениями, которые в прошлом году были вызваны, вот, ковид и снижением посещаемости, у нас осталась там небольшая экономия, значит, и нам разрешили вот эти денежные средства использовать на обостройство такой площадки. Такой площадки очень не хватало семьям, чьи дети посещают отделение детской реабилитации Центра. Иногда хочется покататься на качели. И не на все качели можно попасть. Вот. Так что это хороший способ мне, например, попасть на качели. Для того, чтобы интересно проводить время на улице, конечно, не только инвалидная коляска должна быть, должны быть какие-то другие вещи, которые приносят радость детям. А радость приносят детям качели, карусели. Алина Остраухова, свою пятилетнюю дочку Софию, сюда на занятия вводит уже три года. У девочки ДЦП и во многом благодаря проводимым процедурам – массажу, ЛФК, физиотерапии – ребенок практически ничем не отличается от сверстников. Мы очень рады, что у нас появилась детская площадка. Мы теперь не сидим там в прихожей, не ждем. Теперь мы будем гулять здесь, играться и ждать нашего часа, когда у нас будет очередной специалист нас принимать. Поздравить Веру с таким радостным событием приехали воспитанники Центра детского творчества «Импульс» из группы «Домисолька». Детки, 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 конфетки. Завершился праздник раздачей воздушных шаров и совместным фото. В августе этого года нашими корреспондентами уже освещалась проблема с контейнерными площадками в 6-м микрорайоне. В Купеленке между домами 2 и 4 находится одна из самых востребованных зон для сбора мусора, где была установлена всего пара баков. Конечно, для такого количества жильцов этого недостаточно. А тогда люди жаловались на постоянные завалы пакетов, отчего в районе стоял неприятный запах. Естественно, весь этот негативный запах идет в квартиры. Просто невозможно. Как выяснилось, ситуация была вызвана тем, что в тот период в микрорайоне шел процесс смены управляющей компании. Нынешняя сразу взялась за решение проблемы. Сегодня здесь вовсю идет монтаж новой контейнерной площадки, которая отвечает всем стандартам. Я очень рад, что построили эти контейнеры. А то их, когда было мало, мусор разбрасывалось, воняло везде. А сейчас вот хорошо, что построили. Уже вонять не будет. Вместо двух баков на новой площадке их будет семь. При должном графике вывоза мусора этого количества должно хватить, чтобы проблема с завалами пакетов исчезла. В настоящее время подрядчик закупил уже необходимые материалы. В ближайшее время приступит уже к окончательному монтажу. Территория перемен у нас большая, очень хорошая. У нас планируется к работам не только здесь замена контейнерной площадки, но и на других домах. В частности, квартал Северный дом 1 и так далее. Ситуацию удается наладить и во взаимодействии с Каширским региональным оператором. По сравнению с тем же летним периодом, здесь, наконец, начали своевременно вывозить отходы. Однако проблему со сломанными баками для сбора пластика представители оператора так и не решают. Во Дворце культуры города Видное прошла встреча участников клуба любителей поэзии. Литературные мероприятия проходят в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Очередное заседание было посвящено жизни и творчеству поэтессы Марины Цветаевой. Красную кистью рябина зажглась. Падали листья, я родилась. Так написала о дне своего рождения Марина Цветаева, одна из самых ярких звезд русской поэзии. Наталья Власова с 18 лет увлечена творчеством поэтессы. Это человек, выходящий за рамки. Это всегда порыв, страсть, ярость, стихия. Вот как раз слово «стихия» и «стихия» в ее творчестве полностью совпадают. Она никогда не входила ни в какие элит объединения. Она совершенно индивидуальна. За чашечкой чая в уютной дружеской обстановке участники кружка познакомились с творчеством и интересными фактами из жизни Марины Цветаевой. Каждое ее слово как будто является главным в ее стихотворении. Вот какое слово не возьми. И всегда она неординарна. Это трагическая личность, потому что в ней сочетались две страсти. Одна страсть к свободе, к независимости. Другая страсть быть любимой и любить. Постоянная участница литературных встреч Татьяна Крыкова с детства пишет стихи и считает символичным, что родилась в один день с Мариной Цветаевой. Я всю жизнь пишу стихи. Я начала говорить сразу в стихах. Мне бабушка даже говорила, слушай, говори по-человечески, не позорь меня. И как-то стихи Марины Цветаевой, учитывая, что мы вместе практически родились в один день, для меня они не то что даже знаковые. Они просто стихи моего детства, стихи моей юности, стихи моей жизни. То есть я воспринимаю ее легко. Это уже пятое по счету занятие литературного кружка в рамках программы «Активное долголетие». Также были встречи, посвященные творчеству Пушкина, Есенина, поэтам Великой Отечественной войны. Всех любителей хороших стихов и литературы в целом я приглашаю на заседание нашего замечательного поэтического клуба. У нас интересно, приходите. Заседание клуба любителей поэзии проходят каждую вторую субботу месяца во Дворце культуры города Видное. Присоединиться к участникам кружка может любой желающий. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Регулярный обмен опытом между тренерами – залог успеха видновского клуба «Звездный вальс». Во Дворце культуры в течение пяти часов проходили мастер-классы по работе с детьми разных возрастов для наших танцоров. На одном из них побывала наш корреспондент Александра Столярова. Это не подготовка к утреннику в детском саду. В зале Дворца культуры – мастер-класс для тренеров видновского клуба «Звездный вальс». В течение двух часов танцоры внимательно слушали приглашенного спикера и пробовали на себе разные методы работы с малышами. Ведь, чтобы понять дошколят, важно и самому быть немного ребенком. Первый мастер-класс провела призер международных турниров, тренер с более чем 15-летним стажем Наталья Пазына. Как разнообразить занятия, сохранить внимание малыша и помимо танцев научить его, к примеру, различать формы. В зале были раскрыты главные профессиональные секреты. Использовать их тренеры «Звездного вальса» смогут уже скоро. Начиная с понедельника, всю неделю в Крокусе Экспо проходит самый крупный турнир в стране – Russian Open. Там свыше 10 тысяч спортсменов будет со всей страны. И мы тоже там принимаем участие. Но сегодня мы готовимся не только к этому, а в принципе для будущего развития, чтобы наши педагоги умели правильно, профессионально работать с детьми. А мы желаем удачи «Звездному вальсу» и надеемся, что прошедший мастер-класс не только поможет команде в будущих тренировках, но и воодушевит на турнире. Александра Столярова, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.